Открытие химической лаборатории под названием «Территория эксперимента» в гимназии номер один – настоящее достижение как самих ребят, так и всего педагогического состава. Этот новый проект подразумевает открытие в учебном заведении предуниверсария Уфимского университета науки и технологий по естественно-научному профилю. На торжественные открытия лаборатории были приглашены почётные гости. Мы уверены в долгосрочной перспективе сотрудничества с нашим ВУЗом. ВУЗ у нас представлен филиалом здесь в нашем Нефтекамске, вы все прекрасно знаете. Это ведущий ВУЗ Республики Башкортостан. Я надеюсь и уверен, что многие из вас как раз-таки туда дорогу и маленькими, может, уже большими шагами протопчут и поступят в будущем. И вы будете настоящими профессионалами, специалистами и патриотами. И потом вас ждём, конечно, здесь в городе Нефтекамске на рабочих местах. Мы со своей стороны готовы с вами встречаться не только на территории вашей гимназии, но и будем рады встретить вас и у нас в университете, показать наши свои лаборатории и по-химические, и биологические, и другие лаборатории. И, соответственно, с вами всё это вместе пройти, и вместе с вами всё это осилим, пройдём. И желаю вам удачи в будущем. Старайтесь, творите, дерзайте. Лаборатория оснащена современным оборудованием и откроет новые возможности для развития школьников, наполнит уроки химии и практикой, сделает их интереснее и ярче. Уже на открытии ребята смогли продемонстрировать гостям праздника несколько химических экспериментов. Сейчас я вам продемонстрирую, проводит ли раствор поваренной соли электрический ток. Как видите, загорелась лампочка, а это значит, что раствор поваренной соли проводит электрический ток, тем самым он является электролитом. Возьмём уже наставившийся раствор и добавим туда соляную кислоту. При появлении пузырьков можно сделать вывод, что в молоке содержится сода. Здесь же расположилась и виртуальная лаборатория, которую с удовольствием представили ребята. Это интерактивный онлайн-симулятор, позволяющий проводить опыты и эксперименты, совершенствуя свои знания в области химии. Данная химическая лаборатория очень поможет нам практически проводить опыты, видеть всё наглядно. То есть это большее погружение даёт, большее понимание самих процессов, реакций. Данная лаборатория помогает подготовиться к экзаменам, качественно подготовиться в хороших условиях, ну и с преподавателями различных вузов. Появление новой современной химической лаборатории станет мощным импульсом в развитии проекта «Медицинский класс», который реализуется в гимназии с 2021 года. Общая стоимость проекта и территории эксперимента составила более трёх миллионов рублей. В этом году гимназия третий раз принимает участие в школьном инициативном бюджетировании. И вот результатом участия в 2023 году стала химическая лаборатория территории эксперимента. Это большой проект по развитию сети предуниверсариев в Республике Башкорстан. Школьное инициативное бюджетирование по развитию сети предуниверсариев, его особенность в том, что ребятам даётся возможность поработать с преподавателями. В нашем случае это будет Уфимский университет науки и технологий, и, соответственно, преподаватели будут давать им курсы по различным направлениям. Современная химическая лаборатория – это проект, который полностью принадлежит самим ребятам. При поддержке педагогов им удалось реализовать одну из самых смелых идей. Но, как утверждают сами ученики, останавливаться на достигнутом они не собираются. И в планах – реализовать проект по открытию физической лаборатории. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».